И вот сейчас мы решили, что можно, в принципе, взять следующий поток, потому что интенсивная часть на том курсе завершилась, и мы хотим в марте продолжить. Поэтому, если вы хотите пройти Селта или сдать ТКТ и не решаетесь без подготовки, или эти слова, в принципе, вам страшны, или если вы начинающий преподаватель, и вы бы хотели понять, как преподавать, я так делала, я в университете, в бакалавриате избегала той методики, которая была связана с Grammar Translation, потому что нас обучали, как преподавать по Grammar Translation, и я просто хотела сразу перейти к чему-то современному. И также третий вариант, если вы с опытом, но никогда не работали по правилам Кембридж. Такое тоже есть. Есть люди с опытом 18 лет, 30 лет, но они ни разу не пробовали коммуникативный подход и хотели бы что-то изменить, либо хотели бы сдать Селта, да, сделать Селта, сдать ТКТ, то вот вам это как раз подойдет. Да, очень рада, что вас тоже интересует этот курс, и я буду рада его презентовать. Презентация не сильно отличается от прошлого раза, я поменяла только несколько моментов. Если вы были ранее, то, возможно, вы найдете какие-то отличия. О, Галина. Да, Галина обучается сейчас на курсе, рада вас сегодня видеть. Этот вебинар все равно, надеюсь, будет полезен. Так, мы начинаем 23 марта. Мы чуть-чуть подвинули, потому что мне нужно будет быть некоторое время оффлайн, так сказать. Я не смогу коммуницировать, и да, я буду дома и онлайн некоторое время. Мы будем проводить встречи онлайн, начиная с 23 марта, прям каждую неделю. Мы будем проходить по два урока. Если вы, там есть еще один тариф, где можно добавить индивидуальные встречи, то тогда будет даже три раза в неделю, смотря куда вы поставите ваши встречи. Также у нас будет пробный экзамен ТКТ два раза, в начале и в конце, чтобы посмотреть на ваши знания. Ну, то есть знания по теории в ТКТ помогают понять, насколько вы готовы к практике в Селто. Я вот вижу вопрос, в чем разница между ТКТ и Селто в чате. Вот, как раз-таки в этом и разница, что ТКТ это теория, а Селто это практика. И для многих нервно испытывать вот эти вот практические вещи, особенно вести 9-8 открытых уроков на Селто. То есть там все открытые уроки, там нет обычных уроков, они все открыты и все оцениваемы. То есть, несмотря на то, что это курс Селто, да, настоящий, финальный, он на самом деле все время вас оценивает. Если у вас где-то там будет что-то не так, то, соответственно, ваша оценка снижается и ваш сертификат тоже меняется. Поэтому, если вы хотите сделать это, так сказать, seamlessly, да, без таких проблем, то вы можете как раз-таки подойти к этому вопросу, начиная с подготовки к Селто, а потом уже проходя сам курс в Селто. Вот здесь ТКТ это чисто теория, то есть вы приходите, у вас там 80 вопросов на модуль, и вы закрашиваете квадратики, кружочки и все. Это весь экзамен ТКТ, больше там ничего нет. Просто вас никто ничего не спрашивает, вы просто сдаете этот листочек, уходите и получаете свой результат от трех до шести месяцев спустя. О, Халаш тоже участница курса, спасибо большое. Она участница первого потока, и это очень круто. Так, стоимость Селто вам нужно смотреть тоже в конкретном центре. Ну, мы сейчас сотрудничаем с несколькими центрами, чтобы перенаправлять наших студентов с курса Teach Barrier, чтобы было проще. И, надеюсь, вам будет тоже в некоторой части полезно. И я вижу ваш курс переподготовка, я бы сказала, да, предподготовка к прохождению Селто. То есть вы сделаете то же самое, что на Селто, но только где-то более расширенно, где-то, наоборот, менее сокращенно, но мы посмотрим все моменты, на которых можно случайно проколоться или провалиться, так сказать. Вот, я прописала несколько вариантов, для кого этот курс подойдет. Вы можете прочитать их. Например, если вы не уверены в своих навыках, не понимаете, чего вообще ждать от этого, от Селто, от настоящей, да, хотите преподавать в другой стране, изменить зарплату, или если у вас нет диплома, да, кстати, насчет диплома, если вы пройдете Селто, затем Делто, это будет считаться, что вы прошли мастерс дегри, сделали мастерс дегри в Кембридж-Университет, а это так-то очень даже престижная вещь, я бы сказала. И если у вас не было никогда опыта открытых уроков в таком формате. Вот так вот, если вы хотите что-то изменить в своей преподавательской жизни, то мы вас приветствуем. Так, курс на TKT с 23 марта, а сдавать TKT, если вы хотите сдать, то только офлайн, только в бумажном формате. То есть нам нужно будет организовать экзамен в одном из городов или в нескольких городах, и вам нужно будет его пройти. То есть в любом случае, если вы сдаете TKT, вам придется проходить экзамен офлайн, его просто нет электронного. Так, а если сдать CELTA, сделать CELTA, говорится, да, то вы можете сделать это онлайн. Есть много центров, и сейчас это более популярно, и вы можете сделать из любого города, поэтому вам будет отлично. Да, BAND 3 считается хорошо. Да. Когда я читала документы государственные, там тоже было написано, что 3-4 это хорошо, 1-2 это не подходит. И так, нет, я не в Алматы, я работаю онлайн. Я в Астане, я из Астаны, но вот так вот мы онлайн встречаемся в Zoom. И когда у вас будет TKT, и вам нужно будет пройти его офлайн, то это будет в Астане, в Алматы, и, насколько я знаю, еще несколько городов тоже может быть. Так, смотрите, насчет формата. Мы встречаемся, здесь написано 1-2 раза в день, после этого я уже поменяла, и сделала 2-3 раза в неделю. И мы встречаемся в Zoom, то есть мы на самом деле встречаемся для обучения. То есть эти встречи не просто лекции, что я что-то там читаю, а я пробую на вас какие-либо из терминов, так сказать. Например, guided discovery, и я делаю guided discovery по методике. Например, я что-то провожу, и потом вас спрашиваю, как это было, зачем это было, почему это было, и таким образом мы вместе определяем, что такое guided discovery. Для многих это может быть даже каким-то сложным термином, типа, что это вообще такое, но я показываю всё на примере. Я могу провести урок по английскому вам, такой же, как на SELTA, чтобы вы посмотрели, как он выглядит. И вы также могли ответить на вопросы по TKT. Такс, идём дальше. Вторая часть формата, это наши видеоуроки, то есть помимо записей встреч, ещё есть видеоуроки. Чтобы не тратить ваше время на лекции, да, во время встречи, я записала заранее маленькие лекции, там 6, иногда 20 минут, и вы можете их посмотреть отдельно, пока у вас есть время, и можете как-нибудь сами поработать. И там есть задания, на которые я тоже даю фидбэк. То есть задания, они построены тоже по методике. Я даю настоящие задания, например, учебник, и вам нужно по нему составить какие-либо вопросы, или задания для учеников, или же найти ошибки в учебниках. Даже такое есть. Было у нас одно задание. То есть есть ощущение, что учебник всегда прав, но на самом деле мы нашли ошибки в учебниках методические, и мы их исправляли, потому что так как бы работать нельзя. И вот здесь вы можете видеть, что я ставлю видеоурок с темой недели. Такое небольшое видео я записываю. Дальше у вас идут тесты с проверкой и заданиями, и также вы там можете пройти пробные тесты небольшие. По каждой теме я добавляю маленькие тесты, которые вы выполняете, и мы их проверяем. Если мы видим какую-либо тенденцию, что у вас какие-то частые ошибки, мы их тоже исправляем. Так, экзамен по тиките. Вижу вопрос. Нужно сдавать каждый модуль по отдельности? Нет. Вы можете сделать, я знаю людей, которые делали три модуля за один день, но учитывайте, что 80 вопросов на 80 минут, это получается у вас три модуля по 80 минут. Это прям, ну, глаза устанут, нервно очень. Я бы не советовала. Максимум два модуля в день. Если вы хотите сделать четыре модуля, то есть первый, второй, третий и Young Donners для детей, то лучше отделить это куда-нибудь на другой день. Вижу здесь еще вопрос. Обучение по всем модулям тиките или отдельным? Мы рассматриваем все модули, потому что они взаимосвязаны. То есть там, где планирование урока, там же и Classroom Management. Если мы строим урок, мы как раз таки делаем что-то про модуль второй. Но когда мы рассуждаем, как мы этот урок будем проводить на следующий день, на следующий урок, это уже модуль третий. То есть я соединила все, чтобы вы это через практику увидели, а потом смогли использовать для своих тестирований и для вообще практики, для жизни, для преподавания. Такс, да, вижу вопрос. Ну, можно сказать, да, что вот ваш курс Teach Barrier, это подготовка к Excel-то. Да, такой вопрос уже был. Поэтому советуют уровень Upper Intermediate лучше Advanced. Все зависит от центра, в котором вы это все проходите. Окей, идем дальше. Я еще раз повторю. У нас встречи по 60 минут два раза в неделю. Мы прям встречаемся и обсуждаем все, что нужно, без лекций. Затем записанные видео, небольшие уроки, лекции, которые я презентую в платформе, и вы выполняете там задания. Задания на платформе Progress.me. Думаю, вы о такой платформе слышали. И там у нас хранится все. Хранится все, в принципе, да, из записи встреч и дополнительный материал и все-все-все на свете. Вообще мы обычно встречаемся на английском языке, но если мы наберем одну группу с каким-то другим языком обучения, мы можем обсуждать то же самое на русском и, например, только тесты делать на английском, если так удобнее. Объяснять можно на любом языке. В TKT всего на данный момент 5 модулей, но не все их нужно сдавать. Если вы работаете с детьми, вам нужно делать YL. Если вы работаете с, например, физикой, химией, вот этого Science, да, как вспомогательный преподаватель, так сказать, или если вы хотите проводить уроки вместе с географичкой, например, да, бывает такое, что мы проводим урок на двоих, в этом случае вам нужно CLIL. Это отдельный такой экзамен, тоже отдельный TKT, но он как раз-таки настроен на английский плюс, так сказать. И еще первый, второй, третий модуль это отдельные вещи, они как бы считаются основными. TKT тоже бессрочный, и по содержанию первый модуль это больше, я бы сказала, теория, там сравниваются разные методы, разные подходы, что такое грамматика, что такое лексика, и что такое глагол, вот такие вот вопросы там строятся. Второй модуль это планирование урока, только планирование урока, он так и называется, lesson planning. И третий модуль, он считается самым сложным, но на самом деле, если вы понимаете процесс, то вам не будет так сложно, это classroom management. Там как исправлять студента, как объяснять, как ввести guided discovery. То есть вот процессы все во время урока, они как раз-таки разбираются на третьем модуле, возможно, поэтому он считается самым сложным, потому что он про процессы, а не про какие-то теоретические знания. Окей, спасибо за вопросы. Классный вопрос, пишите еще. Дальше возвращаемся к курсу. Какая длительность? Смотрите, в прошлый раз мы делали курс на 9 месяцев и на 2 месяца, то есть у нас было 6 недель и 9 месяцев. В этот раз сейчас мы запускаем только небольшую часть из этих тарифов, то есть тарифа part-time, такого длинного на 9 месяцев, сейчас не будет. Он, скорее всего, будет только в августе-сентябре, когда мы будем делать следующий набор. На данный момент только тарифы, которые длятся 2 месяца, то есть если вы хотите сдать в мае, вы поступаете в марте, да, и сдаете в мае. Чтобы начать обучение в марте, зарегистрироваться можно уже сейчас. Поэтому я сейчас это и презентую. Если вы не хотите сдавать TKT, то вы можете его просто не сдавать. Если вам нужна какая-то дополнительная информация, или если вы хотите пройти курс TKT, да, мы сейчас делаем это и для TKT, и для CELTA, потому что там один уровень. Я показала в самом начале табличку от Кембриджа, да, там TKT стоял чуть выше, чем CELTA. Вот, они стоят на одном уровне по знаниям и навыкам, умениям, поэтому они вместе. И этот курс тоже рассчитан на оба вот этих экзамена или сертификата, да, и CELTA, и TKT покрываются в курсе Teach Better. И то, и другое. Такс. Да, третий модуль самый интересный. Возможно. Возможно, да. Так, я вижу вопросы по поводу совместной работы. Нет, мы на данный момент ни с кем не работаем. Мы работаем вот с Голариум School. И на данный момент это всё, что есть. Но если мне нужно кого-то перенаправить в куда-либо, да, так сказать, для прохождения CELTA или TKT, мы находим варианты, как можно это сделать удобнее для вас. И, в частности, я советую тот центр, где проходила я. Я проходила в Польше, и можно у них сделать онлайн, и можно сделать в формате part-time, что это очень удобно. И там также преподают в формате один носитель, один неноситель. Там тоже очень круто, мне очень нравится. И всегда советую, как сказать, CELTA Alma Mater. Мне очень понравилось там, и я частично советую там проходить всем, кого я знаю. Можете пробовать. Я дам контакты, если вам вдруг нужно. Да, смотрите. По времени успеем ли материал освоить? Да, смотрите. По материалу вы успеете. Практика, она даётся отдельно. Если вы хотите дальше дополнить практикой, то после лета вы можете отдельно взять практику, то есть там будет новый набор, и там будет практика, и взять себе передышку, потому что курс очень насыщенный, информации действительно много, вы успеете всё пройти, но чтобы попробовать использовать, вам отдельно можно взять ещё модуль практики. И он будет аж в августе, в сентябре. К тому моменту вы можете как раз-таки завершить, отдохнуть летом и вернуться. Так тоже можно, потому что сейчас мы готовимся интенсивно и полностью с предыдущей группой, и я думаю, они очень устают. Поэтому я решила, что можно даже-даже поделить их так. Они где-то здесь. Думаю, в комментариях могут сказать, насколько... Сколько времени занимает один план. Так что, по сути, если вы хотите немножечко передохнуть, можно сделать и так. Смотрите, если вам кажется, что курс Teach Better это просто что такое SELTA и TKT, то на самом деле это чуть-чуть другое. Это также практика, нетворкинг. То есть мы действительно пробуем сделать то, что нужно делать преподавателю. Мы действительно пытаемся улучшить наши навыки и дать себе возможность стать, так сказать, лучше в этом формате. И TKT здесь просто как выпускной экзамен, а SELTA это следующий этап, который вы проходите после TKT. Поэтому не считайте, что Teach Better это просто как бы pre-SELTA. Нет, это чуть-чуть больше, чем это, поэтому можно делать так. Так, смотрите. Можно ли подготовиться к TKT по учебнику? Вы можете подготовиться в любом формате. Это все зависит от усидчивости человека и возможности самомотивации, так сказать. Не у всех этот навык есть, поэтому вы сами рассчитывайте, насколько у вас все получается. Так, курс 9 месяцев. На данный момент набора нет. Как только он будет, я скажу, но будет он где-то летом. Сейчас, так сказать, интенсивная часть только в наборе идет. И вы можете как раз записаться на интенсивную часть, а потом на практическую попозже. Так, как раз. Какое расписание? Сразу вижу вопрос по поводу встречи в Zoom. На данный момент ста группа, которая уже завершает, которая начала давно, они обучались во вторник, четверг, например, с утра, и вторник, четверг вечера. И еще понедельник, среду была группа. Поэтому смотрите сами. Мы будем определять расписание вместе с вами. Скорее всего, будет две группы. Одна утренняя и одна вечерняя. Чтобы и тем, кто работает по вечерам, было удобно, и тем, кто работает с утра в школе, было удобно. На данный момент я заметила, что действительно большинство из учителей как раз-таки либо утром свободны, либо вечером. Если же у вас дневное время, у большинства будет, то мы поставим на дневное. Мы будем вместе обсуждать, поэтому все зависит от вас. Дальше у нас небольшой такой план того, что мы делаем. Вначале мы начинаем с предобучения. Там буквально два дня это займет. Там как раз будет науроз. Я открою это все в праздники. Там будет парочка видео. И в частности, вот отсюда информация будет, что такое тикити, что такое селта, и как их, как с ними работать, да. И также будет информация по поводу плана заданий, плана уроков, как их сдавать и все остальное. А уже 25 марта мы начнем, собственно, обучение, и начнем с коммуникативного подхода, из чего он состоит, как им пользоваться, из чего он, как он устроен вообще. И дальше мы будем рассматривать план уроков. Здесь мы также попробуем его написать. Все писали, у всех все получилось, поэтому я уверена, вы тоже сможете. Если не сможете, он просто обязан быть корявым, поэтому вы сможете сделать фотографию до-после. Это примерно что-то из улучшения самого себя. Дальше будет learning process. Это то, как выглядит ваш урок. То есть, как вы его строите, что в уроке, зачем идет. И тут же будут еще некоторые элементы терминологии. Например, как объяснить что-то или как что-то проверить. Дальше classroom management. Это третий модуль уже у нас затрагивается здесь в большей степени. Здесь мы смотрим на то, как вести себя на уроке, как организовать класс и как с ним правильно работать. Это может быть класс, это может быть группа, индивидуальная селта особо не рассматривает, но мы тоже будем рассматривать и пробовать. И еще есть большой глоссарий. Мы тоже будем его пробовать. Мы тоже будем его испытывать, так сказать. Потому что глоссарий, в частности, там много разных новых слов, и которые иногда даже кажутся страшными, но на самом деле ничего в них нет. Например, один из примеров из этого курса я заметила слово demonstration. Оно часто вызывает трудности, потому что в методике оно может значить две вещи. Demonstration это, например, я покажу вам какой-то предмет. Вот смотрите. This is a phone. На самом деле это realia называется. Термин realia. А demonstration, который подразумевается в методике, это когда я делаю то, что должны сделать вы. Например, у вас там пять вопросов, и первый вопрос я делаю вместе с вами. Вот это demonstration. И вот такие вот штуки, они иногда так удивительно похожи. И вот мы как раз будем рассматривать глоссарий, что, зачем, почему, как, какие там слова используются. И в конце у нас еще будет большой revision, но это только шестая неделя. Как вы видите, это больше такая насыщенная часть. Мы будем рассматривать наши тесты, пробовать настоящий тест и смотреть, что с ним, как его решать, как правильно все сделать и где у вас большинство ошибок, чтобы за две оставшиеся недели успеть их исправить. Так как у кого-то могут быть больше как проблемы в части с планированием урока, а у кого-то чаще всего с classroom management. И последняя, вторая часть, она идет больше практическая. Здесь мы будем рассказывать и общаться по поводу преподавания онлайн. Если вы вдруг захотите сделать селта онлайн, тоже будет полезно, потому что там есть какие-то условия, так как, как работать. Там обычно все проходит в зуме. Вам нужно будет готовым быть к этому. Если вы делаете оффлайн, тоже обсудим, как это выглядит, как там распечатки готовить, такие вот процессы. И, собственно, вот про прохождение самих TKT и селта будем обсуждать, как себя подготовить. и сделаем такие шлифующие движения по поводу вашей подготовки. Дальше. Те, кто захотят еще присоединиться к практике, они это сделают в августе. А те, кому этого будет достаточно, могут попробовать TKT. Я советую попробовать TKT, хотя бы один модуль, перед тем, как делать селта. Либо я предоставляю пробный тест. Этого тоже может быть достаточно. вы можете посмотреть, насколько вы готовы к прохождению в селта. Так, читаю вопросы. Если есть сертификат TKT CLIL, подготовка по TKT экзамена. Смотрите, CLIL это тот модуль, который мы не затрагиваем здесь, потому что здесь мы работаем с преподавателями. Мы будем затрагивать первый, второй, третий и WHILE. Четыре модуля, то есть работа с детьми тоже затрагивается, она не сильно там отличается в теории. А вот CLIL я не трогаю, потому что это для преподавателя других предметов и он немножечко отличается. Для него отдельный курс и все отдельно. Да, спасибо. Охватывается многое всего из селта. И да, селта онлайн это самый удобный формат, который пока что можно было придумать. Если он еще парт-тайм, то это вообще прекрасно, потому что вы можете продолжать заниматься своими делами, работать и так далее. Так, если есть тикетив сертификат, только практическую часть. Нет, смотрите, я приглашаю на данный момент сюда, потому что здесь не только теория, это все дается через практику. Вы можете взять практические встречи, я сейчас буду показывать тарифы, и вы сможете выбрать там один из вариантов, и там будет только подготовка к селта, так тоже можно делать. Потому что практика, которая будет на 9 месяцев, она еще очень скоро, чисто практика. Да, посмотрите, то, что будет в августе, сейчас мы как раз проходим это с предыдущей группой, они пишут планы, прям целиком, и мы обсуждаем каждый план, и некоторые из них мы пробуем на своих студентах. То есть на данный момент, вот я сейчас задала задание, во вторник должны будет принести задание, в котором прописывается, что, как и зачем будет объясняться по какой-то грамматической теме, например, Present Perfect, и затем все придут и расскажут, что они будут делать, и на следующей неделе они проведут это на своих настоящих учениках и расскажут, как это все прошло. Мы также можем делать уроки друг на друге или объяснять друг другу, вот, то есть все максимально похоже, как на Селти, но только кусочки, не целый урок, а просто испытание, что там все проходит. Да, онлайн вы проходите так, что вы проходите все в зуме, вы заходите, вас там ждут, асессоры сидят, они обычно без лица, так что они вас не отвлекают, мне это очень нравится, потому что в настоящей оффлайн Селти они сидят где-то сзади кабинета и, как обычно, на открытом уроке кивают головой или что-нибудь там еще делают. Как-то так. Окей, где лучше сдавать, я сказать пока не могу. Так, смотрите, в общем, я сейчас подведу итог всего, что я сказала. Что мы делаем во время курса, это, во-первых, мы пишем планы уроков, как минимум один, как максимум три, за это время вы можете попробовать написать и мы дадим ему полный фидбэк. То есть, фидбэк прям вот как надо начать, что нужно исправить и, возможно, вы можете даже что-то переписать. Дальше. Мы пройдем также через демо-уроки. Демо-урок это когда вы работаете в роли студента, хотя вы учителя, а я провожу на вас демо-урок, который был когда-то оценен в Кембридже, у меня их много, и мы потом его обсуждаем. Типа, как я начала урок, что было затем, что было позже, зачем я делала какие-то движения, зачем я спрашивала этот и этот вопрос. То есть, все максимально разбираем, что, зачем, когда и почему. Затем мы изучаем также пробные тесты. Пробный тест будет первый перед обучением. Вам нужно будет ни в коем случае не использовать Google, ничего не использовать, просто вот ограничить себя и посмотреть на свои баллы. А потом точно так же, без никаких подсказок, в конце обучения, после шестой недели, пройти второй тест и сравнить баллы. На прошлом курсе мы так, ну, на этом курсе, да, мы сделали и балл повысился с 50 до 63. То есть, на 13 баллов это средний балл общий. Это очень много. Кто-то, я даже не помню, сколько человек, человек 8-10 получили 4 балла уже после как раз-таки 6 недель обучения. Поэтому это возможно, это можно сделать, если понимать, да. Тики-ти, это меньше про теорию, я бы сказала, это больше про понимание вообще системы. Если вы один раз поняли, коммуникативный подход, то дальше у вас уже так. Если это работает так, то вот это работает по-другому. Так что вам будет попроще. И дальше еще у нас есть платформа, как я сказала, да, с заданиями. Видеоуроки от меня. И мы встречаемся каждую неделю по два раза и проводим все занятия. У нас не будет лекции во время встреч, у нас будет только практика. То есть, очень все насыщено и мы будем пробовать все, что должно быть в Тики-ти. Мы изучим методику в современном формате, так как она должна быть в формате Кембриджа, да. И мы сдадим или пойдем на Селта. Я направлю вас куда-либо, где вам будет удобнее. Мы вместе поищем центр, если вы захотите посмотреть или спросить меня, стоит ли проходить там или стоит подождать следующего тренера. Там все бывает, потому что иногда с кем-то бывает сложно. То есть, все тренеры это люди, точно так же, как экзаменаторы. И, возможно, я могу вам посоветовать онлайн. Да, я сейчас советую вам онлайн. Проходите онлайн и вам так будет проще. В сертификате, насколько я помню, до сих пор не пишется, что это онлайн. И Тики-ти мы тоже можем найти вам время и город и зарегистрировать вас там на Тики-ти с помощью наших центров, с которыми мы будем партнерами на тот момент. Так, я смотрю вопросы. Да, вот здесь у нас проходит в Zoom на реальных студентах и центр предоставит вам на Селта реальных студентов. И сейчас в Казахстане не так много, где можно пройти, но можно пройти за границей и онлайн. Проходите, где вам комфортнее, можете попробовать себя вначале в роли студента. Тоже очень хороший вариант. И после курса вы проходите не курс по сдаче Селта, а курс Селта, который, как я уже сказала, уже оценивает ваши навыки. То есть это отдельная вещь. Мы готовимся к Тики-ти, мы готовимся к Селта. Вот. Чем мы делаем, чем мы занимаемся. Такс, окей. И я даже собрала несколько отзывов от моих студентов, от trainees, да, которые у нас есть. И мне было очень приятно это увидеть, потому что мы работали на тот момент тоже 6 недель, и вот такие вот результаты уже пришли. У кого-то даже плюс 29 баллов. Это прям очень-очень много. Я в Инстаграме это публиковала, как отзывы, но я до сих пор удивляюсь, что это так... Для меня это очень приятно, что такие прям эмоции и столько всего. И также вот большой длинный отзыв мне тоже очень понравилось, как здесь всё расписано. Лучше, чем расписываю я, да. Здесь всё про недоработки, всё про то, как можно во всё вникнуть, понять, и, да, как я уже сказала, вам скорее нужно будет один раз понять, чем что-то там узнать. Это больше про понимание какой-то вещи, да, как системы, чем про теорию, которую вы просто заучиваете. Такс, но у некоторых людей может не быть образования или опыта. Я могу просто показать, сколько человек на нашем курсе. Это ещё не все, это только первая страничка скопировала. На самом деле у них первое профильное образование это химия, юрист, да, инженер и так далее, но они сейчас хотят перейти в преподавание и селта или teach better стали их первым этапом. Затем после, как я уже сказала, после прохождения Делты вы спокойно получаете степень магистра и автоматически, да, она приравнивается к степени магистра университета Кембридж, поэтому это всё не так-то страшно. Вы можете начать, вы также можете поступить на ИНЯС, это тоже возможно, я такие случаи тоже знаю, на ИНЯС поступали на магистратуру после какого-то обучения. Так, разница прохождения за границей онлайна у нас большая или где сложнее? На самом деле не знаю, вы попробуйте интервью с ними и если вам будет приятно общаться с вашим будущим тренером, то можете оставаться там. Частенько проводят тренеры интервью и я думаю, что это больше такой личный вопрос, который надо будет обсуждать с вами лично. Я могу помочь в этом, но не могу помочь это сразу 86 человекам, которые сейчас онлайн, потому что для каждого будет свой путь, для каждого у каждого как бы свое понимание и больше что-то больше другое нравится, да? Павлодаре можно ли сдать тики-ти? Если набирается какое-то количество человек, приезжают, но достаточно сложно набрать людей. Если набираем, то все будет. Так, я вижу вопрос динары, teach better, затем тики-ти, затем селта, таков мой тернистый путь, да, я советую попробовать так, но если вы заметите, что ваш тики-ти уже 80 к концу обучения на teach better или там 70, вы можете попробовать сразу селта, возможно, этого вам будет достаточно. Если же вы хотите еще один сертификат, то можете пройти тики-ти. По ценам, кстати, один модуль тики-ти намного дешевле, чем селта, вы можете попробовать, но по ценам точно сейчас не скажу, потому что они отличаются. Так, смотрите, это если у вас какие-то вопросы по тому, если у вас там образование, да, какое-то не очень подходящее и вам страшно, это нормально. Дальше, наконец-то я перейду к курсу и потом мы переходим к нашей основной части. первые два тарифа, они основные, они сохранились и я просто убрала последний парт-тайм. Есть у нас стандарт и про, вот смотрите, встречи в зуме есть везде. Я не могу допустить такого, чтобы вы просто смотрели записи и больше ничего, поэтому формата просто просматривать у меня нет. И это очень такая насыщенная, тяжелая работа, я не могу просто вас оставить, чтобы вы там все что-то сами делали. Поэтому у меня есть форматы, в которых везде есть у нас встречи в зуме, если вы не успеваете, не пришли, вам запись этой встречи приходит. И пробные тесты в начале и в конце мы делаем на всех тарифах. Вообще без разницы, какой у вас тариф. Сейчас я покажу только отличия. В стандарт мы также добавляем платформу с заданиями и видеоуроками, дополнительными видеоуроками, лекции и там что-то еще дополнительное про тикити. Вы сами тренируетесь, сами делаете это в течение недели. Работы много, там доступ дается на год, поэтому вы можете еще долго готовиться, смотреть по всем этим записям, все в порядке. И фидбэк вы получаете по каждому из заданий, индивидуально. Если вы пишете план, то по конкретному плану у вас идет фидбэк. И также вы пишете, да, один план, как на Селта. Скорее всего, его легче всего сделать в самом начале. И может быть по аудированию что-то из этого. И вы получаете развернутый фидбэк к вашему плану прям вот от начала до конца. Что, как. Это у нас был стандарт, а второй у нас про. Про здесь у вас не один план, а три. И ко всему есть фидбэк. Еще есть индивидуальные консультации. О, да, я не написала еще, что есть, точно так же есть платформа. Да, все, что в стандарт, плюс написание трех планов вместо одного. И еще индивидуальные консультации. В принципе, они длительностью час, может даже побольше. Здесь мы разбираем либо конкретно только ваш план вместе с вами отдельно. Такой вариант есть, что мы просто открываем и смотрим, что вы могли изменить в каждом этапе вашего плана. Либо это может быть консультация по подготовке экзамена Тикити. мы разбираем только ваши результаты отдельно. И может быть это индивидуальная консультация по Селта или по проведению уроков. Какая угодно, вы сами выбираете. Это индивидуальный запрос. Вот три такие консультации вы можете получить в течение обучения. и также у нас еще дополнительно разговорная практика. Это не совсем speaking club, это speaking practice. Здесь просто по-английскому, но для поддержания уровня языка большой такой бонус. Все время обучения вы можете посещать наши занятия по speaking для преподавателей. И еще фидбэк к записи двух реальных уроков. Если у вас есть ученики, вы проводите урок, записываете его и к этим урокам мы даем фидбэк отдельно. Это прям вот лично работа с вами, так сказать. И еще две недели индивидуального сопровождения. Здесь мы можем с вами отдельно поработать опять над вашим запросом, возможно в переписке и в конце встретиться и определить ваш дальнейший путь, так сказать, что вам нужно дальше делать. Вот, это два основных тарифа. Но я заметила, что у мы все очень занятые люди. И вот это но частенько портит многие вещи в наших планах. То есть ты хочешь сделать больше, ты хочешь обучиться, но у тебя это не получается, поэтому я ввожу один новый тариф. Я очень долго думала, как это сделать и наконец придумала. Здесь тариф только встречи. То есть это очень практический формат. Если вы хотите только встречаться, вот созвон, я провожу урок и у вас нет домашнего задания, либо если оно есть, то вы его обсуждаете только вместе с группой и нигде больше, то есть вы не получаете письменный пидбэк, вы не отправляете дополнительные задания, вы вообще ничего не делаете, вы только готовитесь к занятию и уходите. И приходите опять. Вот. И у вас только есть пробный тест в самом начале и завершающий.